Всем привет! Сегодня будем устранять очередную поломку, но тематику немного сменим. На сей раз у нас ремонт автомобиля, а именно ремонт электростеклоподъемника на Ниве Шевроле. Поломка заключается в том, что тростик стеклоподъемника пришел в негодность и теперь стекло не опускается. Вот видите, стекло немного опускается, а потом что-то в стеклоподъемнике клинит, не дает стеклу полностью опуститься. Моторчик работает, значит проблема здесь в подвижном механизме. Так давайте же мы сейчас стеклоподъемник снимем, вскроем и узнаем истинную причину поломки. Для начала нам нужно снять пластиковую панельку. Она закреплена тремя саморезами. Первый, второй и третий. Затем легким движением руки вынимаем панельку из обшивки двери. О как, зарифмовал. Ну-ка, а еще? Ну а чтобы ручку снять, нужно вновь отвертку взять. Саморезы отвернуть, заглушки вынуть и курнуть. Вот заглушка, вот вторая, а под ней болта стальная. То ли болт, болта. Уж не помню ни хрена. Ну да ладно, отвернем, снимем ручку и курнем. Ведь работа с папироской спорится быстрее и просто. Хера себе, да я поэт. Может мне стихи писать? А я тут со всякими деревяшками до железками вожусь. Че скажете? Ну а пока вы думаете, я сниму декоративную планку внутренней ручки открывания двери. Для этого требуется всего лишь отвернуть вот этот один саморезик. И опять же, легким движением руки. Ну в общем вы поняли, рифмовать не буду. Дальше, нажав вот на эти красные фиксаторы, снимаем кнопку запирания двери. Это нам позволит легче снять обшивку. Обшивка к двери прикреплена клипсами. Снимаем ее. Клипсы расположены по кругу и еще два в центре. За обшивкой на двери мы видим полиэтиленовую пленку. Эта пленка защищает все находящиеся механизмы внутри двери от пыли и грязи. Ну а теперь приступаем к демонтажу электростеклоподъемника. Первым делом откручиваем две гайки, на которых закреплен моторчик и снимаем его с двери. А также разъединяем штекерный разъем, к которому он запитан. Для того, чтобы снять направляющую планку стеклоподъемника, нужно отвернуть шесть гаек. Две в центре, одна снизу. Две гайки, а точнее это болты, которые крепят стекло, и одну сверху. Для того, чтобы стекло не упало, я закрепил его отверткой, ставив между стеклом и каркасом двери. После того, как отвернули все нужные гайки и болты, снимаем механизм стеклоподъемника и вынимаем его наружу. А вот что он из себя представляет. Моторчик, направляющая планка, по которой бегает ползунок, к которому прикреплены два тросика, и который крепится на планку держателя стекла. А теперь предлагаю взглянуть на моторчик. А вот она и причина поломки. Видите вот этот тросик, который вылез из редуктора, образовав петлю? Он должен находиться внутри редуктора и должен быть намотан на барабан. Но он по какой-то причине вылез. Видимо, что-то случилось. А вот она и причина. Тросик состарился и приказал долго жить. Значит, следует его заменить на новый. Как говорится, у нас незаменимых нет. Так что давайте старый выкинем, а новый поставим. Да, трось-кукердык. Он свое уже отработал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok На ползунке тросик заклепан. Для того, чтобы его вновь закрепить на ползунок, нам нужно придумать другой механизм крепления. Предлагаю такой вариант. В ползунке сверлим дырочки, пропихиваем туда концы тросиков, на них одеваем гаечки и гаечки заклепываем. То есть тросики на ползунке будут с обратной стороны зажаты гайками. Вот старый тросик. Видите, что с ним случилось? То есть он распушистился и застрял в рубашке. И не мог двигаться ни зад, ни вперед. А вот другой тросик. Целый и невредимый. Вот на него-то мы и заменим. Отмерим нужную нам длину по старому тросику. И установим стеклоподъемный механизм. Вот здесь вот особенно заметно, что стало со старым тросиком. Редактор субтитров А.Семкин со старого тросика я снял вот такие вот заклепки. Я их нацеплю на новый. Этими концами тросики будут устанавливаться на барабан в редукторе. А другие концы тросиков, на которые наклепаны гайки, будут закреплены к ползунку направляющей планки. Этими заклепками нужно будет обязательно сильно зажать концы тросиков, то есть заклепать. Для этой цели лучше постучать по ним молотком на наковальне. Ну что, теперь вроде бы все готово, для того, чтобы собрать механизм и установить его на место. Как я уже и говорил, концы тросиков с заклепками устанавливаем на барабан. Затем тросики пропихиваем сквозь рубашку и ползунок. И дальше заклепываем на конце гайку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Весь тросик по кругу нужно смазать какой-нибудь смазкой, типа солидола, защищающий его от коррозии и механических повреждений. А также для лучших скальджений по роликам. Конечно, это надо было сделать перед тем, как запихать его в рубашку. Но, к сожалению, я этот момент прощелкал. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, вылеченный стеклоподъемный механизм, установленный в дверь. Посмотрите на новые крепления тросика к ползунку. Чем она хуже старого? А вот старое рядом, видите? Старый тросик в заклепке торчит. Проверим, как теперь ползунок бегает по направляющей. Все четко. Ничем не хуже старого. Теперь только остается все детали поставить на свои места и проверить работу стеклоподъемника. Ну что, все в порядке. Как говорится, все работает без сучка и задоринки. Ну, в принципе, оно и должно так быть. А вы как считаете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА